МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прежде чем начать встречу, химики и экологи университета познакомились с новыми корпусами Института фундаментальной медицины и биологии, которые расположились в здании бывшего военного госпиталя. Основные вопросы, на которые после обхода отвечали директора институтов, это продвижение и увеличение заработной платы. Собственно, с этого и начала свой доклад Светлана Селивановская. Посмотрите, пожалуйста, если в 2011 году мы зарабатывали 26 тысяч, то в этом году средняя заработная плата по профессорско-преподавательскому составу составила 84 тысячи. Я буду позже говорить, эта средняя заработная плата, конечно же, складывается из зарплаты преподавателя и тех денег, которые зарабатывают сотрудники, выигрывая и выполняя различные гранты. Экологи добились показателя плюс 200% от средней заработной платы по региону. Руководство университета твердо намерено этот уровень поддерживать. В целом хочу сказать, что оба института, они не продвигаются, не не могут продвигаться. В качестве механизма для получения финансов рассматривается открытие новых проектов, в том числе и совместных с международными научными центрами. Эффективностью работы служит публикационная активность. Например, 2018 год только начался, а в институте уже опубликована как минимум одна статья от каждого научного сотрудника подразделения. И это еще не предел. Работа над публикациями активно продолжается. В том же русле озвучил свой доклад директор химического института имени Бутлерова. В своем выступлении он раскрыл основные направления научной и образовательной деятельности. Ректор Казанского университета дал положительную оценку прослушанным докладам. Взяв слово по итогам обоих докладов, ректор Казанского университета, доктор отметил, что конкуренция на мировом рынке только возрастает. И для сохранения позиций необходимо прикладывать много усилий. Не говоря уже о том, что от КФУ требуется продвижение. Как отметил глава вуза, начав работать над программой повышения конкурентоспособности, университет стал заметно меняться. Легко заметить разницу, каким был университет 15 лет назад и каким он стал сейчас. И чем ближе мы подходим к первой сотне, тем сильнее становится конкуренция. Взяв всего, когда вот так, как мы работали 15-20 лет, это эргера о возрасте, и людей, которые там работают. Мир давно поменялся, а мы все. Когда мы говорим о университет 4 лет, это не только цифровизация состояния, по-моему, мы там сказали, это вот тот, тот предмет. Это самое главное, чтобы содержатель, вот еду, если вы видели, где мы там рисовали модель университета, в центре это наукообразование, вокруг это инвестиции, третье это цифровизация, но четвертое это когда центральная часть наукообразования отвечает, требует четвертой промышленной революции. Аделя Шамилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. В КФУ состоялось совещание по вопросам развития технологического предпринимательства с участием представителей Ассоциации молодых ученых. Подробности далее. В КФУ прошло совещание по вопросам совместной работы по развитию технологического предпринимательства с участием Ассоциации молодых ученых. На мероприятии было отмечено, что молодые ученые, выходя со своими стартапами, смогут работать в том направлении, в котором они создают свои научные диссертации. Более того, им будет представлена помощь в продвижении и монетизации проектов. Аделина Ахмадеева, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. В Императорском зале прошел выпускной по программе МБА. Как проходило мероприятие, вы узнаете в сюжете Аделины Ахмадеевой. В Императорском зале КФУ состоялся первый торжественный выпускной по программе МБА – Управление здравоохранения. Данная программа готовит магистров международного уровня, а это подразумевает, что такой специалист сможет найти себе место не только в России, но и за рубежом. То я по-другому начал смотреть на мир, это безусловно. Безусловно расширился мой горизонт знаний. И самое большое приобретение – это, конечно же, мои коллеги, с которыми мне два года плечо о плечо пришлось учиться, значит, грызть гранит науки. Среди студентов – руководители и специалисты, владеющие практикой принятия управленческих решений в сфере здравоохранения. Несмотря на занятость в работе, обучающиеся по программе МБА успешно прошли обучение и защитили свои дипломные работы. Аделина Ахмадиева, Ленар Довлетьяров, Универньюз. В одном из выпусков мы рассказали вам о том, что в Елабурском институте КФУ откроется подготовительный факультет для иностранных граждан. Но не стоит забывать о том, что в Казанском федеральном университете такой факультет функционирует уже с 2010 года. Подробности в сюжете Анны Глазуновой. Адаптироваться к новым условиям иностранным гражданам помогают в Казанском федеральном университете. Для прохождения предвузовской подготовки они обучаются на подготовительном факультете КФУ. В настоящее время на факультете обучаются 496 человек из 48 стран мира. Наибольшее количество слушателей приезжают из таких стран, как Китай, Сирия, Иран, Турция и Колумбия. Главная задача факультета – подготовка иностранных учащихся по русскому языку, а также по профильным предметам. После окончания подготовительного факультета для иностранных учащихся слушатели поступают в первую очередь. Мы, конечно, стараемся подготовить их для поступления именно в КФУ, ну и в другие вузы России на разные уровни подготовки. Основная сложность обучения заключается в том, что иностранные граждане приезжают с нулевым знанием русского языка, делится декант подготовительного факультета для иностранных учащихся. Вступительные экзамены проходят в форме ЕГЭ, поэтому то, что школьники изучают в течение многих лет, нашим слушателям нужно освоить на неродном языке за эти 10 месяцев. Иностранные слушатели проходят обучение по пяти профилям – гуманитарному, медико-биологическому, экономическому, инженерно-техническому и естественно-научному. Программы рассчитаны на один и полтора года. Иностранные граждане относятся к учебе очень ответственно, ведь если они не могут усвоить материалы или прогуливают занятия, тогда их вправе отчислить с подготовительного факультета. Мне очень нравится изучать русский язык. Я хочу хорошо по-русски говорить, поэтому дома много занимаюсь. Я буду учиться в Казанском федеральном университете. Какой больше предмет нравится? В этом году иностранные служители впервые начали посещать и лабораторные занятия. Только на подфаке в КФУ есть такая практика. Мы внедрили для медико-биологического, естественно-научного профиля, лабораторные практики по биологии, физике, химии. Наши слушатели их посещают в институтах КФУ. Подготовительный факультет для иностранных учащихся Казанского университета был образован в 2010 году. В Елабужском институте КФУ сейчас тоже планируется открыть подготовительное отделение для иностранных граждан. В Елабуге будет открыто свое дополнительное отделение. Они тоже будут осуществлять там подготовку с акцентом на то, что там все же своеобразная культурная среда, комплекс Ау-Лабуга. Мы за счет работы и нашего факультета, и подразделения в Елабуге сможем увеличить контингент иностранных слушателей и привлечь их тоже, в том числе и первую очередь к КФУ. Подготовительный факультет для иностранных учащихся Казанского федерального стремится не только к увеличению количества служителей, но и осуществляет качественное обучение. Анна Глузнов, Владимир Нелюбин, Универньюз. С вами была Адель Шамилова. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok